Вольвочка, Вольвочка, дорогая Вольвочка. Ребята, месяц с половиной практически поставила машина. Сейчас будем заводить. Не знаю, попробуем. Выключал брейкер, надо наехать на работу. Пробуем. Свет был выключен, все полностью обесточено. Вау. Все значит волю. Вещь. Скучал немножко по машинке. Мы качаем воздушек. По планам у нас поехать, ребята, сделать ТО. Замена масла. Грис. Пятое колесо тоже надо смазать. В общем, подготовить машину к работе. Сильных морозов, снегов еще не было, так что, в принципе, машина в нормальном состоянии. По никаким солям она не ездила. Нормальничек. Сейчас оживим. Кто-то даже трейлер бросает здесь. Я знаю, вроде опасно так. Я как-то оставлял, тоже чуть не утащили мой. Я больше не рисковал. Тоже кархоли. Классный трейлерок. Девяточка. Так, поднимаемся, поднимаемся. Подушечки, да? Ага. Нормально. Ох, тут классно. Такой склон идет, все грибут задом. Сдавая. Сгребает земельку. Опа-опа-опа. Двигается. Оживает, оживает. Машина. Не знаю, короче, ребята, поеду я в этом году на машинках еще или нет. Пока не ясно. Хочу все-таки не затягивать. Пробовать дрейвенчик и смотреть разницу. Если, конечно, дрейвен тоже пойдет, то, скорее всего, эту сцепку буду или водителя сажать, скорее всего, или продавать. Ну, наверное, водителя, потому что продавать навряд ли эта вещь всегда может выручить. Сюда помочь. Так что. Опа, быстренько накачал, быстренько. Смотрите, стоял, не стоял, а? Машина чувствует себя нормой. Прикатил Хартфорд на дилерскую Вольво, чтобы поменять масло. А тут парковки нету для трейлера, короче. Раньше было, можно было парковать, сейчас что-то это проблемно. Надо заменить. Маслечко быстренько перед праздниками сдать трак. Потом можно будет уже спокойно дышу и выезжать в рейс. Так. Нормально все. Договорились, что я могу подставить свой трак вон там вот на кинотеатре. Хотя там ставить нельзя, но эти ребята из Вольво дилерской знают тех, кто оттягивает все эти трейлеры. Ну, короче, по сути, нельзя парковаться, он говорит, ставь там трейлер, отцепляйся, говорит. Я потом его сам переставлю к нам во двор. Вот. А трак сбрось, мы его сделаем, говорит, очень быстро. Такая вот карковочка. Я с тобой как раз машину взял, чтобы домой доехать. Это где-то в районе минут 40-45 от того места, где я живу. У меня где стоит трак. Так что добраться надо домой. А я смотрел, если заказывать такси, Uber, короче, отсюда баксов 60-70. Ну, такая сумма, знаете, немаленькая. Поэтому хорошо, что пока я на кархоле. Вот так встанем, наверное. буду я мешаться или нет. Может быть, все-таки где-то там. Ну-ка, попробую немножко по-другому. Чтобы не мешаться. раньше стояла куча траков. Куча прям вообще. Все тут парковались. И потом где-то запретили и начали утягивать. Все траки, то я смотрю, тут вообще пусто-пусто. Ну, тоже, чтобы не привлекать сильно внимание. так вот аккуратненько под елочкой. Никому не мешая. Встанем и будет хорошо. И как раз выехать правый поворот будет сделать легко этому чувачку. супербус. Ага. Давно я не отцеплял триллер. Надо колесико смазать. Кинг-пин проверить, что все окей. Хотя новенький. что там пробирать. На досочке поставил, чтобы не помять асфальт. Кархулер. Какие-то новые столбы поставили. Отсюда наверное поэтому и прогоняли траки став, чтобы не мешались. Готово. 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 Вставляю в позиции поднятый прицеп. А то когда опущен ветер ржавеет сильно. Смазываю графит часто. Но все равно жарфеет. Слоится тоже так. что-то где там класс. Класс. мы готовы к сервису что-то меня хоть по заглядать сзади трейлера омин тормоза еще много вообще сколько катаюсь 250 тысяч и 224 тысячи тормоза ни разу не менял это миль барабанные тормоза а спереди дисковые там вообще можно не смотреть до миллиона ренджик создадим и поедем короче ребята забрал я трак но все таки что не говорил этот рабочий здесь за трейлер оставлять трейлера здесь нельзя забрали трейлер мой утащили но денег с меня брать не буду потому что они не знали поменялась смена этот на дилерской который ремонтировал может мой трак сказал одним что трейлер трогать нельзя вон там он стоял а смена поменялась у этих эвакуатор щекам и с другой смены что я потащил трейлер короче еду 20 минут отсюда надо будет забрать его они могут сами конечно привезти но это займет два часа едем забирать кархоллер наш я уже думал украли думаю если он сказал что ну забрать не должны это не должны как бы думал уже заявлять что украли кархоллер уже сделал планы думаю сейчас выпадет мне за кархоллер куплю себе какой-нибудь другой прицеп новенький и поеду дальше они все-таки свои увезли сегодня у нас погодка конечно оставляет желать лучшего ливеняка два дюйма или три дюйма должно упасть осадков вот так вот трейлер очка мы запарковали на досточки прям как я молодцы они страница сигнал показывает мне иногда что у меня нету то соло они меняли здесь фильтр на антифриз какой-то фитик меняли на радиаторе то ли забыли добавить этот как вам жидкость то ли сенсор глючит не знаю короче еду думаю что ты заглопнуть беру свои слова обратно про хорошего дилера наверное нету хорошего дилера вообще можно сказать вот опять ужасный experience привез составил трейлер трейлеру тащили пока делали мой тракать они должны хотя не должны поехал сам за этим трейлером подводят в свое время солярку и тут не ищут начинается включаться вот эта фигня ой да ну ничё надеюсь что ничего серьёзного надеюсь когда льют может быть сейчас жидкость и поправят центр то и все а тут они мне еще сказали что у меня пробит flex pipe гофра которая идет на трубу с мотора с коллектора или ну в общем на глушитель и и вот сейчас я только заметил что она так посвистывает не посвистит больше шипит знаете как в дырочку под большим давлением это тоже сделать не знаю наверное оставлю еще трак на пару дней пускай доделывается иначе просто не охота так выезжать в рейс с такими проблемами заезжаем обратно оставлю им трак смотрят делают я говорю я не хочу уехать в рейс и застрять где-то в дороге ребята делайте исправляйте говорю проблему с подтеками антифриза в общем думаю пару дней опять займет сегодня точно готов не будет но может быть завтра вот вам и дилер если у них запарковаться сложно достаточно сложно не знаю выверну не выверну хиники стоят так тут тесновато может быть и получится колерам не везде легко маневрировать а должно быть все косим травку перед рейсом постелили недавно во дворе вот такая вот красота получилась зеленая была грязь 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 в следующем уже буду пробовать на драйване как и говорил но пока машинки с этой стороны это вообще покосило такая вот красота немножко приберу сейчас beautiful beautiful забрал трак сервиса ночные загрузочки у меня ну как ночные 7 часов вечера уже темно пробовать взял одну машину в ламбедов здесь у нас поблизости на районе внизу трак на парковку завтра с отречка в рейс ребята наконец таки после долгого отдыха никак все не раскачаюсь с этой работой не знаю не для меня работа походу что значит дилер мне сделал с машиной поменяли трубу двойник такой расходится от мотора на два глушителя сзади кабины сказали что у меня там была трещина из-за этого издавало звук такое шипение знаете ну и температура я думаю что была повыше из-за этого под кабины двести пятьдесят двери двести пять тысяч пробег интересно интересно что так оно уже вот дальше мне поменяли масло смазали весь трак какой-то фитинг на радиаторе отходил из него текло тепла это жидкость антифриз засол или как его там охлаждительная жидкость так дальше сделали мне на рулевую жидкость тоже терял у меня часто уровень ниже был положенного кстати ну вообще уже очень давно я добавлял все никак не мог заехать на дилерскую то забывал то еще что то в общем вот такие мелочи поделали мне ребят на полторушку ну первый раз девятьсот как же а сейчас пятьсот двенадцать я заплатил не знаю дилера конечно дорого реально я думаю такая работа бы стоила половину меньше где то в другом шапе но уже нету времени разъезжать а сделать надо было поэтому мы готовы ехать в рейс что завтра сделаем едем на техас как обычно родной техас ребята новая парковочка со светом вот такая вот вот видите какие мелкашки стоят это значит у нас платная парковка первый раз сюда приехал сейчас будем пытаться парковаться даже не знаю как тут то и все это дело будет выглядеть немножко протягивает надо да чуть-чуть все по-другому по-другому я взял еще парковку немножко неудобную мне бы крайне вот сюда но не было не свободно я буду зонить когда освободятся буду менять чтобы удобно было парковаться сюда проехал задом сдал ровно и все сейчас мне немножко надо правее или для меня левее но это 15 короче баксов она стоит но она охраняемая без проблем трейлера ставит там да что хочешь это вообще ну storage place никого здесь никогда не бывает парковаться легко идемте посмотрим как я смотрюсь на новом месте вот еще вроде бы нормально вот так обалденно просто пустота и принципе то что платно это хорошо будет что списывать в конце года как говорится видите тут у меня получается пятая шестая а я хочу первую или вторую ну вот я смотрю они обе свободные ну это просто пушка вообще легко будет парковаться сюда проехал по кругу задом сдал и все не надо будет маневр делать даже передом сюда заехал перегрузился машинами здесь вообще без проблем вот в основном люди паркуют свои летние домики вот эти все на колесах может тоже когда ты куплю себе такое буду парковать здесь скажешь тут хоть голод хоть сколько вот это поставят знаешь что ни менты не приедут ничего никто тебя трогать не будет потому что ты платишь за эти услуги и перегружаться опять же большой плюс как можно приехал и спокойненько грузится вот я забрал только что эту машину первая моя Volkswagen Atlas кстати новая модель вышла такая обрубанная в основном Atlas восьмиместная это типа как какой-то знаете Porsche Cayenne ваговский класс вообще просто да мне даже вообще-то седьмой нравится тем что тут сзади места много хорошо в принципе можно сейчас мне машину мою снять мне нужно место ну или передом заезжать вот я задом заехал без проблем сейчас вытащу рампы выйду сюда назад и спокойно себе уеду класс может быть и останусь на седьмом или не на шестом а седьмой вообще круче можно седьмой седьмой свободный ну на него сдавать еще стрёмней там тут грузовик постоянно стоит не нормально я доволен идеально ну а получается выехать мне тоже здесь легко туда по прямой бац направо направо я пошел на пятьдесят седьмую и на все главные развязки хайвей фривей что надо неплохо а на коннектику это вообще тут две минуты наливо завернула 91 и уже мчишь на Нью-Йорк удобно я не могу не могу на па-классу дуэк по-классу Продолжение следует...